В Таджикистане возбуждены дела в отношении трех компаний – работорговцев. Поехали! Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении трех компаний, которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии. По данным Генпрокуратуры, таджикистанцы, прибыв по месту назначения, попадали в трудовое рабство. Фигурантами уголовных дел являются главы компании «Джамол-2012», «Имкан-2015» и «Абдул Корюм». Сообщается, что в 2016 году и первой половине 2017 года компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, в том числе двух женщин. Однако на деле, вразрез с подписанным трудовым договором, их заставляли заниматься принудительным трудом в домах местных жителей, без выплаты и заработной платы. В настоящее время дело руководителей трех компаний расследуется по части 2 статьи 130 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Таджикистана. Стоит вспомнить случай 46-летней гражданки Таджикистана Шамсия Асанали Шаевой, которая в июне этого года при содействии таджикского МИД была освобождена из трудового рабства в Саудовской Аравии и возвращена на родину. В беседе с Ради Азоди женщина заявила, что подверглась пыткам и избиениям в доме иностранных работодателей, и за несколько месяцев работа на одной их вилл прошла через все круги ада. По словам Шамсия, хозяева заставляли ее выполнять всю работу по дому, даже те, которые не были предусмотрены контрактом. Она сказала, что хозяева с прислугой не церемонились, Шамсию избивали и пытали. Я возмутилась и сказала, что все, надоело, не буду работать больше и вернусь на родину. Но хозяйка пришла в ярость и потребовала вернуть ей 2000 долларов, которые якобы она заплатила организации по трудоустройству. «Они меня пытали электрошоком, избивали как животного, а еще и штраф потребовали. Следы от электрошока до сих пор остались у меня на лице и шее», — рассказала Шамсия. По словам Шамсии, в Саудовской Аравии прислугами работают и другие женщины из Таджикистана. По ее словам, месячная зарплата прислуги в Саудовской Аравии составляет 1500 реалов . За эти небольшие деньги приходится работать с раннего утра до поздней ночи прислугой, нянькой, поваром. Хотя услуги няньки и повара в контракте не зафиксированы. К тому же у них огромные виллы и хозяева заставляют ежедневно по несколько раз убирать все комнаты. В этой стране хозяева пытают, избивают и даже насилуют наших женщин, но они терпят и не жалуются, так как боятся лишиться своей работы. «Я, наверное, первая таджичка, которая осмелилась и позвонила в полицию», — сказала Шамсия. Раньше на жестокое отношение к прислуге со стороны работодателей в Саудовской Аравии жаловали женщины из Индии, Филиппин и Бангладеша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова